Здравствуйте! С вами портал Экзогет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры теологии Ярославского педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Как часто мы используем в своей речи выражение «Библия говорит» или «в Библии написано». И время от времени сталкиваемся с очень своеобразной ситуацией, когда у одного в Библии написано одно, а у другого в Библии написано нечто совершенно иное. С одной стороны, это, конечно, зачастую вопрос и проблема переводов. Но сегодня хотелось бы поговорить про более сложную тему. Кроме переводческой проблемы, существует проблема источников. Если про Новый Завет мы принципиально можем сказать, что он существует в относительно едином источнике, это, конечно, очень большое скругление. И на самом деле существует несколько, ну скажем так, вот таких источниковых полей, внутри которых бытует новозаветный текст. Мы как минимум можем сказать о новозаветных рукописях довизантийского и византийского типа. К тому, чтобы вы представляли, как они друг от друга отличаются, пытливый наш слушатель может просто посмотреть, например, на синодальный текст Нового Завета, который переведен с греческой версии византийского текста, и, например, на текст Нового Завета в переводе епископа Кассиана Безобразова, который переведен с довизантийской версии текста. Но я сразу спешу вас уверить, никаких грандиозных отличий вы, в общем-то, в этих версиях не встретите. Значительно своеобразнее ситуация, когда мы говорим про Ветхий Завет. Банально, даже на уровне оглавления вы можете заметить существенную разницу. Есть библейские тома, где книг Ветхого Завета в оглавлении будет написано 50. И в большинстве изданий мы увидим, что книг Ветхого Завета фигурирует только 39. Это разница не в предлоге, не в абзаце, не в какой-то формулировке, а в количестве книг. Каким образом она появляется? Здесь, собственно, нам нужно говорить о том, что Ветхий Завет, ну, кроме всего прочего, ввиду грандиозной длительности своей собственной истории бытования, дошел до нас в нескольких вариантах. По большому счету принципиально значимы для нас два из них. Пусть, опять же, простят меня библиисты. Понятно, что для науки значимы все. Мы можем вспомнить здесь варианты, например, такие своеобразные, как торгумы. У нас был уже отдельный небольшой по ним материал. Самаритянское пятикнижие. Но два самых интересных источника – это, безусловно, Септуагинта и Масаретский текст. О них мы сегодня с вами и поговорим. При первичном знакомстве с вопросом кажется, что никакой проблемы здесь нет. Вот перед нами два текста. Один из них – текст Масаретский, собственно, написан на том самом библейском иврите, на котором, как мы думаем, да, и писали Моисей и пророки. Вот никакой проблемы. Текст как таковой. Вот у нас, собственно, вариант Септуагинты. Текст, написанный на греческом, то есть явно являющийся переводом. А мы с вами прекрасно понимаем, как существенно могут отличаться перевод от оригинала. Соответственно, как казалось бы, о чем здесь вообще думать? Вот текст на оригинальном языке, и вот текст перевода. Нам нужно точно предпочесть оригинальный переводному. По этой логике в свое время пошел целый ряд исследователей. Мы можем вспомнить здесь блаженного Иеронима Стридонского, автора, собственно, вульгаты, перевода как раз всего библейского текста на латинский язык. Можем вспомнить Мартина Лютера, отца реформации, который, собственно, тоже при вопросе о библейском каноне предпочел узкий вариант канона непосредственно еврейского текста, отторгнув Септуагинту. И, соответственно, в протестантской традиции 11 книг, на которые различаются два этих канона, получили название апокрифы. Да можем даже обратиться и к близким нам переводчикам текста Библии на русский язык, которые, с одной стороны, как бы постарались некоторым образом не отбрасывать Септуагинту абсолютно, то есть все те фрагменты, которые в ней присутствуют и отсутствуют в еврейском тексте, они понятны, что именно из Септуагинты больше и неоткуда, так как бы взяли, перевели и в тексте предложили, но сам основной объём ветхозаветного текста мы с вами на русском языке читаем тоже в переводе с текста Масарецкого, то есть текст на еврите. Казалось бы, вот и весь вопрос. Но проблема несколько сложнее. Собственно, простейшая мысль, практически абсолютное большинство любых, не только религиозных, древних текстов дошли до нас, конечно, ни в каком ни в варианте первоисточника. Часто у нас существует огромный исторический зазор между временем написания текста и первой его известной рукописью. Он может достигать от нескольких столетий до тысячи лет и более. То есть банально мы можем говорить о том, что до достаточно недавнего времени, до середины XX века, самым древним полным текстом Ветхого Завета на еврите был Ленинградский кодекс, который по времени возникновения не ах как далеко стоит от Дня Крещения Руси. А мы с вами понимаем, как далеко стоит День Крещения Руси от времени, например, пророческого служения Моисея ну или любых других ветхозаветных авторов. По большому счёту, исходя из этой предпосылки, мы и должны посмотреть на два этих варианта канона. Текст Септуагинты, безусловно, является переводом. Это невозможно отрицать. Возникает он в достаточно тоже древний период. Это примерно промежуток между III и I веком до Рождества Христова. Безусловно, будучи переводом, он имеет под собой какие-то источники. То есть те, кто осуществляли этот перевод, с какими-то тоже на еврите текстами взаимодействовали. То есть в этом плане он всё равно плотно инкорпорирован, укоренён в традиционную ветхозаветную текстовую среду. И его рукописи, и многочисленные о нём упоминания мы встречаем вот практически с этого же периода времени. В то время как текст Масорецкий, в общем-то, несмотря на то, что он написан на библейском иврите, и, соответственно, претендует на правопреемственность буквально вот от Моисея и пророков, фиксируется в определённых каких-то конкретных формах даже позже, чем текст Септуагинты. Процесс кодификации Масорецкого текста, когда из разных рукописей, разных их вариантов, разных вариантов канона, включающих одни книги, не включающих, вот он начинает собираться в некое единое понятное целое, занимает долгий период времени, от конца поздней античности до раннего средневековья. То есть мы можем смело называть даты от II до VII века нашей эры, а по самым таким как бы скурпулёзным подсчётам можем длить этот период буквально до X века нашей эры. Вот период, в который однозначно складывается в единообразный абсолютно текст и канон, текст Масорецкий. Отсюда мы видим странную ситуацию, когда с одной стороны Септуагинта, которая является, собственно, сам термин у нас, напомню, обозначает перевод 70, то есть, собственно, у нас есть историческое свидетельство, которое называется «Письмо Аристея». Как правило, считается, что это псевдоэпиграф, то есть текст, ни к какому оригинальному Аристею отношения не имеющий, но рассказывающий нам историю второй половины III века до Рождества Христова, о том, что, собственно, фараон Птолемей и первоначальник Александрийской библиотеки, и, в принципе, один из главных деятелей Александрии этой эпохи, Диметрий Фаленский, обращаются к первосвященнику Иерусалима с просьбой о переводе текстов писания евреев на греческий. То есть, для этого отрежается 70 или 72 переводчика, поэтому весь этот корпус текстов и получает название «септуагинта». В то время как масоретский текст получает свое наименование по группе ученых, масоретов, от, собственно, еврейского масорет, которое мы можем очень условно перевести как «устное предание». Их деятельность широко мы можем обозначать как раз с II века по Рождестве Христовым, хотя как раз разгар этой деятельности всё-таки, наверное, век VII-X. Так вот, здесь нам нужно вспомнить прошедший в 140-х годах по Рождестве Христовым в сирийском городе Ямне или Явне раввинистический собор. То есть, Неханан бен Закай и ряд других авторитетных раввинов проводят здесь достаточно серьёзную дискуссию на предмет сохранности ветхозаветного текста, сохранности ветхозаветного канона, обсуждают здесь, например, вопросы о том, достаточно ли правильно позиция, включающая в канон такие книги, как, например, «Эсфирь» или «Песнь песней» или «Экклезиасты», например, к той же самой «Песне песней» главной претензией было то, что это книга нерелигиозного содержания, она не имеет никакого упоминания о Боге, никаких религиозных практиках, зачем она вообще внутри священного писания. Вот такого рода вопросы ставятся здесь, но, кроме всего прочего, вопросы сохранности библейского текста. Пока существовал Иерусалим как единый религиозный центр, безусловно, туда всегда можно было апеллировать к книжникам и специалистам Иерусалима в случае каких-то непонятных, в том числе богословских вопросов, прений, сомнений в понимании того или иного места закона. Но после событий 70-х годов Первой Иудейской войны был разрушен сам Иерусалим, в 140-х случилось восстание Баркохбы, и, соответственно, иудеи были в принципе депортированы с этих территорий на долгое время. И оказалось, что теперь все общины – это только общины диаспоры, где евреи, конечно, живут в окружении других народов, говорят на других языках. Они и до этого уже как бы пользуются ивритом преимущественно как священным языком, а здесь они теряют практически всякую связь с семитским языком любым как таковым, и с арамейским, на котором они говорили, например, в той же самой Палестине. И, соответственно, с течением времени в текст будут вкрадываться ошибки и описки. Интерпретаторы, толкователи будут те или иные места толковать произвольно. И в общем и целом, так как бы единое учение просто распадется. Для того, чтобы это не допустить, начинается масорецкая реформа текста. Текст до этой реформы и после нее выглядит существенно отличным. Что мы имеем в виду? Без внесения изменений в смысл текста главнейшим процессом, который здесь происходит, являются появление огласовок. То есть, классические тексты на иврите, как и на целом ряде других семитских языков, пишутся без использования гласных букв, ввиду того, что семитские алфавиты консонантны. То есть, используют на письме только согласные. Гласные предполагаются. Поэтому, для того, чтобы читать такого рода текст, нужно иметь огромный словарь в голове. Механика работы с текстом в наших алфавитах, например, от греческого происходящих, и в семитских алфавитах различна. Мы, видя каждую букву, можем последовательно читать их, складывать в слоги, слоги в слово. И таким образом, даже не понимая смысл этого слова, мы, тем не менее, совершенно без проблем, хотя бы воспроизвести этот текст можем. Если же мы говорим про семитский алфавит, и, опять же, имеем в виду древние практики письма, когда между словами не делались промежутки, то есть, это было абсолютно одинаково, что для европейских алфавитных систем, что для семитских, то такого рода текст без гласных нужно, во-первых, корректно разделить на слова в уме, во-вторых, конкретно снабдить эти самые слова соответствующими гласными, и нигде не промахнуться, и только тогда получался связанный, последовательно понятный текст. Повторюсь, для этого нужно было иметь не просто навык чтения, а огромный словарь в голове, который позволял увидеть, распознать соответствующее слово. То есть, механика чтения в разных языковых системах, как мы видим, может радикально друг от друга отличаться. Так вот, получается, что такой текст ставит очень сложную задачу перед иудеями в диаспоре. И для того, чтобы её решить, как бы текст упрощается надписательно. То есть, в слова, также продолжающие состоять только из согласных букв, добавляются значки, которые получают название, например, на латинском они называются матрас лекционе, с матери чтения, потому что они, собственно, делают чтение возможным. На иврите называются просто никудот, то есть, точки. Они выглядят ровно как точки. Не являются буквами, но являются именно вот такими диакритическими знаками, которые над буквой или под буквой, или где-то в середине её, проставляясь, указывают на то, какая гласная должна здесь звучать. Параллельно между словами появляются промежутки. Таким образом, чтение облегчается исключительно. Но с текстом, безусловно, пришлось работать. То есть, в некотором смысле, работа масоретов была проделана просто огромная. И так мы получаем два этих разных варианта текста. Септуагинта и масоретский текст. Казалось бы, да, почему мы постоянно делаем такой огромный акцент? Но кроме определённого различия в количестве книг, то есть вопросу, как бы не столько про качество текста, сколько про объём канона, есть вопросы и к тексту как таковому. Существует серьёзное количество разночтений внутри совпадающих книг. Ну, то есть, например, вот в книге «Бытия» в версии септуагинты будет написано такое-то слово, в соответствующем сюжете, например, в истории про Иосифа. А вот в книге в масоретском тексте будет использовано какое-то совершенно другое слово. Самый радикальный пример такого рода разницы это, собственно, книга пророка Исаии. Известнейшее место. Седьмая глава, четырнадцатый стих. «И так сам Господь даст вам знамение. Все дева в очреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануэл». И дальше. Для христианской традиции это, безусловно, ветхозаветное откровение о совершенно сверхъестественном рождении в мир Мессии, о том, что он родится бессеменно от девы. Ну и далее, далее, далее. То есть, христианская традиция воспринимает это место как мессианское. В то время как, собственно, в тексте масоретском здесь будет написано про то, что молодая женщина родит сына и нарекут ему имя Эммануэл. Никакого мессианского значения вот в этом ключе как бы тексту приписываемо не будет. Греческий текст напрямую ставит здесь Парфенос, дева. Собственно, текст на иврите и последующие еврейские комментаторы говорят, что нет, как же, смотрите, в тексте стоит Алма, молодая женщина. А должно бы было быть, если бы вы были правы, христиане, должно было бы стоять Бетула, то есть, собственно, девушка. Но спутать два этих слова невозможно. Вот еврейский текст, и в нем написано вот так. Христиане испортили текст Священного Писания, чтобы вписать в него фигуру Иисуса из Назарета. Вот одно из базовых обвинений со стороны иудейских законоучителей к тексту Септуагинты. Нужно заметить, что первоначально, когда Септуагинта была переведена, как минимум, сама Александрийская община, внутри которой это произошло, праздновала отдельный день, как бы как праздник Господень, чествуя вот это случившееся событие перевода. Собственно, и в Израиле к этому достаточно положительно относились, да, и видели в этом большой и важный знак. С течением же времени, когда стало понятно, что текст Септуагинты является исключительно важным миссионерским текстом в руках христиан, вот с ним они идут и свидетельствуют, что о дне древних, сказано о их миссии, еврейская традиция полностью отвергла любое использование, любое упоминание о Септуагинте. И, соответственно, еврейские книжники христианских обвиняли в порче текста. Однако мы с вами имеем в виду, что у некоторых христианах на третий век до Рождества Христова, конечно, речи быть не могло. Но и христиане делали абсолютно аналогичный реверанс в сторону книжников иудейских. Уже у Иустина-философа во втором веке и далее у целого ряда авторов мы встречаем аналогичную мысль, что на самом деле это иудеи для того, чтобы выморать, убрать из священного писания любые упоминания о Иисусе Христе сознательно испортили текст. И так две религиозных общины имели друг к другу претензии о порче текста до самого XX века. Когда кумранские находки, а именно обнаружение в пещерах рядом с Мёртвым морем огромной библиотеки порядка 600 свитков, принадлежащие по всей видимости возможно есейской общине, своеобразной сектантской общине внутри иудаизма. Так вот, находки в Кумране показали, буквально в первой же пещере был найден именно свиток пророка Исаии с двумя вариантами текста на иврите, в одном из вариантов текста, где было написано Альма, молодая женщина, а в другом варианте было написано Бетула, девушка. И оба варианта датировались до Рождества Христова. То есть, никакой принципиальной идеи, кому бы то ни было портить тексты, ни у христианской, ни у иудейской общины не случилось. Таким образом, подводя итог нашему сегодняшнему вопросу, говоря о сложной истории ветхозаветного текста о существовании нескольких его версий, мы имеем в виду, что слово Божие параллельно есть и слово, преподанное в руки человеческие, так как, собственно, все, что осуществляет Бог в мире, он делает так или иначе в соотнесенности с людьми. И поэтому, конечно, так как, да, руки эти были руками человеческими, то в рамках многочисленных сложных исторических процессов и перипетий, которые происходили с текстами во времени, мы получили в итоге разные варианты тех рукописей, с которых, собственно, в одном случае переводили толковники септуагинты, в другом случае, с которыми работали масореты. При этом, конечно, нужно заметить, что, например, в той же самой септуагинте есть ряд моментов, которые являются явными вставками, никак не связанными с оригинальной рукописью, а, по всей видимости, написанные вообще для понимания и для связки текста. Таких вариантов не очень много, но я могу обратить ваше внимание, например, на книгу Эсфири. Там вы увидите, что ни слова и ни два, а огромные почти что главы текста вставлены туда в варианте септуагинты, в нашем, соответственно, варианте Библии они стоят в квадратных скобках и присутствуют они там явно, во-первых, для связанности текста, то есть, они проясняют ряд идей для читателя, которые не очень в контексте этой книги, а, во-вторых, написаны однозначно в абсолютной греческой стилистике, то есть, простой, ясный иврит вдруг переключается на сложный благосиналистовно звучащий греческий с сложными структурами, словами из многих корней, ну и далее, далее. В конечном итоге нужно заметить, что и одна, и другая традиция, и христианская, и иудейская, безусловно, с огромным вниманием и почтением относятся к своему священному тексту. Кумранские находки явно указали нам на то, что ни одна из этих общин не взаимодействовала со своим текстом, пытаясь подвинтить в нем что-то под свою догматическую базу, что делает, в общем-то, такое корректное отношение с текстом и одним, и другим огромную честь. Мы же с вами имеем в виду, что никакого простого решения данная проблема на самом деле не содержит. И хотя мы достаточно с большим вниманием относимся именно к Масорецкому тексту, с него, собственно, переведено наше писание преимущественно на русский язык, но и те важные крупицы, которые мы видим только в Септуагинте, мы стараемся тоже не терять, и, соответственно, например, в нашем же тексте все-таки они указаны, и мы можем представлять себе, как выглядел и один вариант текста, и другой вариант текста, работать с ними, искать вразумление от Господа к тому, чтобы все-таки верно понимать слово его. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok